Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 17 мая, день Пелагии, назван в честь святой мученицы, девицы Пелагии. Пелагия, знатная рода, славное богатством и красотою, преисполненная страха Божия и целомудрия, решилась у невестица небесному, бессмертному, нетленному жениху. Однако царь пожелал взять ее замуж, она отказала, объяснив причину. Тогда ее захотели посрамить, сорвав одежды. Пелагия, не дожидаясь насилия, сама скинула себе одежды и вошла внутрь раскаленного медного вола, славя Бога. Православная церковь в этот день почитает память святой Пелагии, которую считали заступницей невинных девушек и птиц. Отсюда и название этого дня – Пелагия заступница. К ней обращались, если требовалась помощь невинным людям. С этого дня начинались регулярные майские грозы. Сегодня крестьяне заготовляли материал – клён, березу или липу, которые использовали для изготовления деревянных ложек. Поэтому этот день имеет название Баклушник. И что интересно, именно ложки являлись символом зажиточности и сытости. Поэтому их украшали причудливой росписью и резьбой. Также дарили, и это считалось очень престижным. Деревянные ложки носили с собой, сложив их в специальный футляр. Простолюдины могли носить ложки в сапоге или за поясом. Огородники сегодня должны отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого делали специальный оберег. Помещали в натреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. Приметы. Если майских жуков много, это к засухе. Появились сырёжки на цветущих клёнах, можно сажать свёклу. Если зацвёл тёрн, вторая половина мая будет холодной. С этого дня начинает зеленеть дуб, зацветает вишни, яблони, груши, ранние сорта колены, шиповника. Комментарий Оксаны Борисовой. И по-моему, она регулярно об этом говорит. Святой Отче, допустим. Очень интересен и важен комментарий Оксаны Борисовой. Я регулярно выкладываю там жития святых, то есть в какой день, какого святого. Напоминаю, что он там сделал. И вот некоторые из нас просто-напросто прочитали, да и прочитали, и всё. А здесь очень интересная вещь. Вы можете взаимодействовать с тонким миром, с миром святых, которые в тот или иной день чтимы, поминаемы. И именно в этот день, в это время, поминая о них, мы можем от них получить и помощь. Это вот Оксана Борисова понимает. Поэтому она и регулярно пишет Святой Отче Еремея, моли Бога о нас. То есть мы, поминая Еремея, поминая другого святого и так далее, мы тем не менее общаемся с ними. Общаясь с ними, мы можем получить ту или иную поддержку. Эта поддержка может быть невидима, неосезаема, а может быть реально осезаема. И вот эти вот вещи, можно так сказать, я даже делаю не столько для вас, а сколько для себя. Вот в этих вот видосиках я поминаю ежедневно каждого святого. Вот таким вот образом вы ещё читаете. И можете присоединяться к этому действу и получать от него какие-то положительные результаты. Это очень интересный феномен. Феномен тонкого мира. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!